Кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии и какие последствия и итоги немецких выборов в Бундестаге будут иметь для России, вот сейчас все это расскажу вам я, Владимир Милов. Итак, 26 сентября, буквально через неделю после наших выборов в Госдуму, прошло нечто совсем другое, реально открытые, честные и очень высоко конкурентные выборы германского парламента. Это Германия, это страна с парламентской системой правления, там исполнительная власть, правительство формируется вот коалицией парламентского большинства, президент выполняет церемониальные функции, они являются таким царем-самодержцем, как у нас. И вот, собственно, Ангела Меркель, которая правила Федеративной Республикой Германии в составе разных коалиций вот в течение уже 16 лет, она давно объявила, что уходит из своего поста. И вот эти выборы, им была присуща такая особая интрига, потому что все смотрели, а кто же станет преемником Меркель, одного из наиболее долго правящих лидеров в демократическом мире. Вот сейчас мы расскажем о том, что произошло, но я сразу хочу сказать, что, во-первых, меня лично итоги этих выборов очень сильно порадовали. Потому что видно, что в одной из крупнейших демократических стран мира очень высоко конкурентная политическая система. Этот состав Бундестага, немецкого парламента, стал самым диверсифицированным за всю историю. В нем представлены больше всего партии, и ни у одной из них нет большинства. Им придется договариваться о коалициях. Это очень хороший стимул для того, чтобы отбросить какие-то узкие идеологические разногласия и сообщать, действовать в интересах своей страны, в интересах своего народа. И очень важная история. Вот в последние годы мы все с вами переживали на тему всплеска вот этого европейского популизма. Сил с крайне правого и крайне левого флангов, которые тянут развитые демократические страны в прошлое, к какому-то вот этому переделу мира в стиле 1930-х годов, или к какой-то новой коммунистической идее. Вот на выборах в Германии эти крайне левые и крайне правые популистские силы потерпели сокрушительное поражение. Они получили всего лишь около 15 голосов избирателей. Это там примерно на 7% меньше, чем в прошлый раз. Крайне левая партия Линки еле-еле вообще прошла в Бундестаг. А крайне правая альтернатива для Германии тоже потеряла значительное количество мест. Таким образом, вот 85% избирателей немцев проголосовали за ответственные мейнстримные центристские партии. Вот, кстати, не слушайте, когда вам будут рассказывать всякую дурь, что вот эти леваки, а вот эти праваки. Основные крупнейшие партии, которые получили большую часть мест на этих выборах, это такие партии центристского толка. Ну, кто-то более консервативный, кто-то более социал-демократическим уклоном, кто-то с зеленым, кто-то с либеральным. Но все эти партии за сильную единую Европу, все эти партии за защиту прав человека и демократии в мире и противодействие авторитаризму, все эти партии за борьбу с изменением климата, за зеленый энергетический переход. У них есть оттенки в политике, но мы видели, как в минувшие годы многие из них работали друг с другом нормально в коалициях. Поэтому не слушайте эту всю историю про какую-то уже отжившую свою идеологическую борьбу правых с левыми. Действительно, вот очень здорово, что немцы являются такими чемпионами здорового центризма в Европе. Ну и вот заголовки, которые вы очень часто могли услышать в российской прессе, что вот партия Ангелы Меркель по итогам 16 лет ее правления потерпела поражение. Вот внимание, действительно, впервые с 2005 года большинство голосов на этих выборах получили социал-демократы, противники христианского демократического союза Меркель. Но парадоксальным образом это не надо так интерпретировать, что Ангела Меркель проиграла, а как раз наоборот. Вот почему люди голосовали за социал-демократов? Потому что Олаф Шольц, лидер СДПГ, который по сути и стал главным сейчас претендентом на роль нового немецкого канцлера, он последние 4 года в рамках большой коалиции между ХДС и СДПГ был у Меркель вице-канцлером и фактически продвигал и продавал себя на этих выборах как такого основного преемника, который гарантирует именно преемственность того курса, который они проводили вместе с Ангелой Меркель в совместном кабинете. А вот как раз христианско-демократический союз, который вроде как Меркель представляет, мы вам об этом рассказывали, они предпринимали несколько неудачных попыток выбрать такого сопоставимого по политическому весу преемника, но не смогли. Их лидер, который был избран, чтобы возглавить список партий на эти выборы, Армин Лашет, губернатор, или как немцы говорят, министр-президент земли Северный Рейн Вестфалия, ну, он оказался не готов к тому, что вот избиратели его воспринимали как аналогичного Меркель тяжеловеса. Он действительно региональный политик, он опыта в большой федеральной немецкой политике не имеет, и по сравнению с Шольцем, который себя преподносил, я фактически заместитель Меркель и буду проводить политику преемственную по отношению к ней. Лашет по сравнению с Шольцем проиграл, поэтому парадоксальным образом действительно вроде как выиграла выборы партия, которая против ХДС Меркель, но на самом деле люди за нее именно голосовали, потому что они хотят преемственности и продолжения той политики, которую Ангела Меркель проводила. Мы, кстати, сделаем отдельную большую передачу про наследие Ангела Меркель, потому что, знаете, я от вас вижу слишком много каких-то негативных комментариев в ее адрес, и хочу действительно, чтобы люди так посмотрели объемным взглядом на ее колоссальное политическое наследие. Ангела Меркель – это одна из самых великих политических деятельностей современности. Она успешно провела демократическую Европу через огромное количество очень сложных кризисов, в том числе кризис, связанный с Путиным и его агрессией против Украины, но там было много еще всего разного. Поэтому, конечно, к Меркель могут накопиться по итогам 16 лет разные претензии, но, с другой стороны, важно понимать ее позитивное историческое наследие. Но интрига этих выборов еще и в том, что действительно, вот партии получили гораздо меньше мест, чем в предыдущие выборы в Бундестаг, и никакая из них, и даже вдвоем, по сути дела, не могут договориться о коалиции так, чтобы не привлекать какое-то более серьезное количество коалиционных партнеров. Там будут сложные коалиционные переговоры. Видимо, они закончатся небыстро. Может быть, даже к концу года, или вот некоторые немецкие политики мне говорят, что это может все перейти в следующий 22-й год, придется договариваться о разных конфигурациях коалиции, и, скорее всего, это будет какая-то коалиция даже не из двух, а из трех партий. Вот я вам просто несколькими мазками об этом расскажу. Одна из возможных коалиций – это союз между как раз победившими социал-демократами и зелеными, но им не хватает большинства для того, чтобы получить вдвоем больше 50% голосов в Бундестаге. Видимо, это будет первая попытка, то есть лидер, победивший из ДПГ Олаф Шольц, получит мандат, попробует договориться с зелеными, договориться еще с кем-то. Вот с кем? Там получается четвертая по увеличению фракция вот такого желтого цвета свободно-демократической партии – это либералы. И вот один из вариантов, что будет, как говорят, коалиция светофор красного цвета флаги СДПГ, зеленые – это зеленые, и желтые – либералы. Вот есть вероятность, что они смогут договориться, но надо сказать, что мне кажется, это не очень вероятно, потому что у них очень разные взгляды. Например, либералы – это такая традиционная партия, которая поддерживает свободу бизнеса, свободную рыночную экономику. С более социал-демократическими ориентированными партиями им, конечно, здесь непросто найти общий язык. Четыре года назад такая попытка провалилась, когда как раз Ангела Меркель пыталась сделать тройственную коалицию с либералами и зелеными, и вот как раз они между собой не договорились, у них слишком большой разлет по взглядам на разные аспекты политики. Но вот эта коалиция между ХДС, Ангелой Меркель и теперь уже Армией Налашета, между партией зеленых и либералами, я думаю, что и к этой идее все-таки вернутся, и мне даже кажется, она чуть более вероятная, чем вот коалиция со социал-демократами, потому что все-таки у них была такая попытка договоренности четыре года назад, и они сильно продвинулись по сближению позиций, им не хватало взаимопонимания буквально по нескольким пунктам. Я как раз считаю, что коалиция под руководством социал-демократов это менее вероятный вариант, и скорее всего они вот вернутся к тому варианту переговоров, который был четыре года назад, но посмотрим. Также сохраняется вот вариант вот этой супер большой коалиции, как есть сейчас, куда входят всего две партии, это вот СДПГ и ХДС, но у них накопилось уже такое количество плохой крови между ними, ну сложные отношения, они долго терпели друг друга вот в этом браке по расчету, что социал-демократы, которые заняли первое место, они уже сказали, что будут пытаться другим способом выйти из ситуации и не вступать в большую коалицию за ХДС. Но на самом деле, вот все эти варианты, это все неплохо, это как раз хорошо, потому что это стимулирует разные партии сближать свои позиции и договариваться о какой-то единой разумной политике. Какая бы там конфигурация ни сложилась, это в общем все не так страшно, самое главное, что то я знаю, из-за чего переживают многие из вас. Там среди вот лидеров этих четырех крупнейших победивших партии нету никаких запутинцев и какого-то разворота Германии после Меркель в сторону сближения с Путиным, очевидно, быть не может. Вот несколько слов о том, как все это повлияет на отношения с Россией. Вы знаете, сейчас очень много вообще, я вижу, что в российских таких независимых оппозиционных кругах к Германии складывается такое негативное отношение. Там очень многих политиков как бы по определению подозревают, что они такие Путин-Ферштейры, хотят там под ковром что-то договориться, снять санкции, получить по дешевке какой-то газ и так далее. Есть такая проблема, мы об этом вам подробно рассказывали, вот у нас недавно вышел большой выпуск о том, зачем немцам Северный поток-2, где мы рассказывали про всю эту закадровую такую коммерческую и прагматичную подоплеку германской политики, но я хочу вам сказать, что линейно вот эти разговоры о том, что тот или иной вот из лидеров победивших партии, он какой-то запутинец, ну их так воспринимать буквально не стоит. Все это не так. Например, вот Олаф Шольц, который возглавляет социал-демократов, пришедших первыми к финишу, он и во время кампании прославился целым рядом таких довольно жестких антипутинских заявлений. Он говорил в том числе о преемственности внешнеполитического курса о том, что Германия не признает российскую оккупацию часть территории Украины, что Германия настроена требовать от Путина возвращения в международно-правовое поле. И социал-демократы, я могу лично подтвердить, я вот был в июне в Берлине и встречался там с известными членами Бундестага из молодого поколения социал-демократической партии, например, Нильсом Шмидтом, спикером по внешней политике у соцдемов, или Йоханнесом Шрапсом. И это люди, которые предметно мне подтвердили, и это на самом деле много раз было подтверждено там многократными заседаниями Бундестага, заявлениями и резолюциями по различным вопросам. Они очень поддерживают нашу борьбу за свободу, требуют освобождения Навального. Это вот совсем не те шрёдеровские соцдемы, которые были 16 лет назад, поэтому не стоит все это мешать в одну кучу. Я думаю, что современные немецкие социал-демократы гораздо более проевропейские и антипутинские, чем об этом принято говорить. И тот же самый лидер ХДС Армин Лашет, который тоже все равно остался одним из претендентов на роль канцлера. Ну вот я часто слышу, что он какой-то там Путин-Ферштейр, и скрытый запутинец. Мне кажется, я тоже общался с его окружением в Берлине, мне кажется, что все это не имеет под собой ни малейших оснований. Ну, действительно, как министр-президент крупнейшей промышленной земли Северной Рейн-Вестфалия, он много раз выступал в том духе, что вот он за прагматичное сотрудничество в интересах немецкого бизнеса, там, рабочие места и так далее. Но вот когда его уже избрали кандидатом на пост канцлера, Лашет очень много и принципиально говорил о том, что он за продолжение политики Меркель, жесткие политики в отношении Путина, что он осуждает путинскую агрессию, осуждает посадку Навального репрессии в России и требует возврата Путина в нормальное правовое русло и во внутренней, и во внешней политике. Ну и вот очень важно сказать о партии «Зеленых», про которую мы тоже вам подробно рассказывали. Ну вот это, наверное, самое антипутинское из всех крупных партий, которые претендуют сейчас на участие в новой правительственной коалиции. Лидер «Зеленых» Анна-Лена Бербок и многие другие политики, они так вот прославились и прогремели своими очень жесткими заявлениями по внутренней и внешней политике Путина. Если «Зеленые» войдут младшим партнером в ту или иную коалицию, по немецкой традиции они, скорее всего, получат пост главы Министерства иностранных дел. И это очень важно. Таким образом, МИД будет отдан партии, которая занимает принципиальные и очень жесткие позиции по защите демократии и прав человека во всем мире и категорически против Путина. То есть «Зеленые» в Бундестаге в последнее время были такой главной антипутинской силой. Ну и либералы. Я говорю, что «Зеленые» главные. Ну, возможно, это не совсем корректно, потому что, конечно, «Свободно-демократическая партия», вот четвертая из крупнейших фракций в Бундестаге, она традиционно тоже известна своей очень принципиальной позицией по защите борьбы россиян за свободу. Их лидер Линднер, он тоже известен такими жесткими заявлениями по Навальному, по путинским репрессиям и так далее. Вот таким образом нет вот этой картины Путин-Ферштейров. Да, в мейнстримных партиях есть крен в сторону более прагматического сотрудничества, но тот же Олаф Шольц, лидер социал-демократов, сразу после вот еще суток, не прошло с момента подведения итогов немецких выборов, он, например, очень четко сказал, что он категорически против путинской идеи прекращения газового транзита через Украину в связи с запуском Северного потока-2. Он будет настаивать на том, чтобы транзит газа через Украину сохранялся, что, как вы понимаете, для Путина является красной тряпкой. Вот такой вот Путин-Ферштейр. Таким образом, мы, конечно, будем следить за вот ближайшими неделями и месяцами переговоров по созданию новой германской коалиции и формированию нового правительства постмеркель, но можно сказать следующее. Очень здорово, что в новом Бундестаге никакого значимого пакета акций не получили вот эти вот реально за путинские крайне правые, крайне левые партии линки и альтернатива для Германии. Их голос ничтожен. Сейчас все будут решать. 85% голосов получили мейнстрим-партии, которые придерживаются четкого проевропейского курса, который занимает по Путину очень четкую позицию. Да, в лидерах социал-демократы, которые традиционно были наиболее мягкими по отношению к Путину, но у них растет там молодое поколение, которое ведет себя совершенно иначе. Это уже не партия старперов времен Шрёдера. И лидер соцдемов Олаф Шольц, во-первых, он себя проявил и уже вот за 4 года на посту вице-канцлера в кабинете Меркель и за время этой вот парламентской предвыборной кампании он проявил себя человеком, который занимает по Путину очень принципиальные позиции. Более того, он будет связан коалиционными обязательствами. В том числе, скорее всего, с партиями, которые как раз к Путину настроены исключительно жестко. Вот так вот просто маневрировать влево-вправо он не сможет. То же самое касается лидера ХДС Армина Лашета, который представляет партию в целом с таким очень серьезным и принципиальным антидиктаторским, антипутинским курсом, который тоже будет вынужден работать в коалиции с партиями, которые требуют более жестких позиций по тому, что Путин творит в России и во всем мире. Поэтому мне кажется, что новости хорошие, переживать не стоит. Вот эта вот большая коалиционность нового правительства, она как раз будет являться сдерживающим фактором для того, чтобы новые лидеры Германии чего-то там где-то шли Путину на какие-то уступки. Таким образом, подводя итог, здорово, что это была суперконкурентная кампания. Отлично, что новый Бундестаг очень сильно уменьшила роль крайне правых и крайне левых популистских партий. И очень здорово, что новому кабинету придется договариваться, идти на серьезную коалицию, на какую-то корректировку своих идеологических предпочтений ради общего интереса, ради движения вперед и развития общего европейского дома. В этом смысле это будет такой сдерживающий фактор для того, чтобы плясать под путинскую дудку. Даже если кому-то придет в голову такая мысль, ему партнеры по коалиции сразу объясняют, что делать этого не надо. Поэтому я очень доволен итогами этих выборов и очень важно, чтобы вы, когда за всем этим следите, сравнивали то, что происходит в Германии с тем, что буквально за неделю до этого происходило в России. Вот эти все нагоны бюджетников для принудительного голосования, адские приписки и фальсификации 14 миллионов украденных единой России голосов, электронное голосование имени Венедиктова. Все это непрозрачно, полный разгром оппозиции, недопуск независимых кандидатов. И через неделю в нашей соседней, дорогой, любимой всеми нами Германии абсолютно другой образец. Образец для нашего с вами будущего. Свободные, честные, конкурентные выборы с интригой, которая сохранилась не только до последнего момента голосования, но и после. Мы теперь долго не узнаем, а как будет выглядеть правительственная коалиция. Это здорово. Так работает демократия. Она дисциплинирует политиков, заставляет их действовать не в каких-то узко-коррестных интересах, а в интересах нации, в интересах единой Европы, в интересах развития и прогресса. Германия сегодня в этом плане является образцом. Мы будем об этом вам подробно рассказывать. И я лично очень доволен итогами выборов в Бундестаг. Конечно же, мы обязательно сделаем отдельное видео, как только станет понятно, как вот эта немецкая коалиция будет выглядеть. Это очень важно и для всего мира, и для Европы, и для России. Смотрите «Обнимашки с диктаторами». Это Владимир Милов. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще нет. Это точно будет интересно. «Обнимашки с диктаторами». «Обнимашки с диктаторами». «Обнимашки с диктаторами».